В 1914 году Великобритания объединила две различные территории, которые сформировали одно государство – Нигерию. Это знаменитая дата для нигерийцев и адвентистов седьмого дня. В 1914 году Дэвид Колдуэл Бепкок прибыл в новую страну Нигерию. Он прибыл из Сьерра-Леоне в качестве миссионера. Пастор Бепкок начал миссионерскую работу в церкви адвентистов седьмого дня в этой западно-африканской стране. Сегодня мы отмечаем 100-летие Нигерии и 100 лет миссионерского труда. Как только пастор Бепкок приехал в Нигерию, работа началась полным ходом. Еще до конца первого года были построены три школы и семь человек присоединились к церкви Божьей. К сожалению, Бепкок тяжело заболел и в 1917 году он был вынужден уехать в Англию. Несмотря на то, что он находился здесь достаточно недолго, он оказал значительное влияние на жителей этой страны. Христианская церковь адвентистов седьмого дня продолжает поддерживать работу в Нигерии. И в 1959 году был основан официальный адвентистский учебный центр. Он назывался Адвентистское семинарие Западной Африки. В течение 40 лет семинария служит церкви. И, конечно же, ей нужно расширяться, чтобы сформировать еще больше общин. Но для того, чтобы это произошло, в семинарии необходимо нечто большее, чем усердный труд и посвящение. Необходимы средства для строительства, чтобы семинария могла получить государственную аккредитацию и стать университетом. Поэтому Всемирная церковь адвентистов седьмого дня объединилась вместе, чтобы поддержать своими пожертвованиями 13 субботы этот проект. В 1999 году благодаря вашим пожертвованиям было построено новое здание. Раньше у нас было очень мало учебных аудиторий для занятий со студентами. На данный момент Бог благословил нас. Мы смогли построить больше учебных аудиторий, а также кабинетов для преподавателей. Маленькими шагами мы преодолеваем этот длинный путь. Вскоре учебный центр удовлетворил всем государственным требованиям и получил название Университет БЭПКОКО. Мы и представить себе не могли, какое влияние может оказать поддержка миссии. С каким особым чувством благодарности мы будем жертвовать на новые проекты сейчас. Университет БЭПКОКО принял в своих стенах около сотни студентов за первый год. На данный момент ежегодно здесь учатся около 8 тысяч студентов, которые получают в этом университете нечто большее, чем просто диплом. К концу этого учебного года чуть более тысячи студентов приняли решение креститься и следовать за Иисусом. Эвкила не был адвентистом, когда поступил в этот вуз, но методы обучения в этом университете затронули его жизнь и он захотел измениться. Главное, что меня заинтересовало в университете БЭПКОКОКО, это то, что они сумели внедрить христианство в образовательный процесс. То есть все, чему они учат студентов, они основывают на библейской точке зрения. Родители и друзья замечают те преобразования, которые происходят в поведении и характере студентов университета БЭПКОКО. Мудрое руководство дает превосходное образование не только в различных профессиональных сферах, но и в человеческих отношениях. Прогуливаясь сегодня по университетскому городку, вы можете увидеть несколько зданий. На данный момент университет БЭПКОКО имеет такие учебные заведения – среднюю школу, университет и аспирантуру. За последнее время произошли колоссальные изменения и улучшилось качество образования. Теперь я спрошу вас, могли бы вы предположить все эти удивительные преобразования в 1999 году? А как же 13 суббота? Несмотря на то, что пожертвования 13 субботы – это всего лишь часть поддержки Всемирной миссии, вы можете быть уверены, что они помогают изменять бесчисленное множество жизней и достучаться до их сердец. Спасибо за вашу искреннюю поддержку. Спасибо за ваши молитвы. Давайте объединимся для миссии.